Автомобиль расплавился на солнце в Ростове-на-Дону. Лучи, отражённые в стеклянных витринах магазина, повредили пластиковую отделку и даже руль. Владелец машины будет добиваться компенсации от владельцев магазина. С подробностями Анастасия Иванова. Этот солнечный зайчик стал причиной жарких дискуссий. Свет, отражённый от стеклянных стен торгового центра, поджёг автомобиль. Несколько миллионов рублей плавились на глазах владельца новенькой иномарки. Тимур Кацый оставил авто на стоянке торгового комплекса. Его не было всего час. За это время на солнце расплавились отделка машины, пластиковые детали на дверях, окнах. Даже руль не выдержал потока мощных лучей. Поплыл от высокой температуры. Машина могла взорваться, люди могли пострадать. Поэтому расплавленный автомобиль это меньшее, что могло произойти. Здание торгового центра сыграло роль огромной линзы. Луч падает прямиком на парковку. Именно в этом месте аккумулируется мощный поток света. На видео, несомненно, эффектно. Даже сотрудники ТЦ поспешно снимали на телефон. Только вот ущерб компенсировать не торопится. Просто поставили ограждение. Машина у меня стояла ровно здесь. Сейчас, после происшедшего, почему-то парковку эту закрыли. Ну а администрация торгового центра сейчас отмалчивается. Я неуполномоченная лица давать комментарии. Согласованный текст с нашими комментариями, с нашим взглядом на эту ситуацию я вам пришлю. Более я сказать не могу ничего. Своебрасный солярий для авто обойдется владельцу почти в полтора миллиона рублей. Столько насчитали за ремонт и замену деталей в салоне. Рассудить в данном случае, я считаю, сможет только экспертиза. Касательно репутации именно торгового центра, возможно шумихи вокруг данного вопроса, судебное разбирательство длительное. И в том плане также, что суды часто достаточно остановятся на сторону автовладельца. Торговый центр может пойти на какое-либо возмещение вреда. Я считаю, мирным путем было бы урегулирование данного вопроса более быстрым и эффективным. И урегулировать данный конфликт может быть частичным каким-то возмещением вреда. Пока собственник иномарки проводит отпуск на жарких пляжах, его машина охлаждается в гараже. По возвращению будет добиваться возмещения ущерба от администрации торгового центра. Анастасия Иванова, Наталья Скоробач, Вести.